Ребята, всем привет! Вы на канале Семен на чемоданах. В этом выпуске я хочу вас пригласить на очень опасную дорогу. Вот сейчас прокатимся, сами поймете, почему. Она обрушается очень плавно. Мы находимся в высоте, я не знаю какой, но здесь есть чайные плантации. Здесь есть прекрасное место, где можно отведать бурятские бузы, позы, кто как называет. Классное место. Выпуск про это место я прикреплю в описании под этим видео. Вы просто нажмете ссылочку и посмотрите. Здесь шикарное место, Калиновое озеро. А мы с вами сейчас спускаемся вниз. Я хочу вам показать эту дорогу, чтобы вы поняли, какая она. Но перед тем, как вы начнете смотреть, подпишитесь на канал и обязательно, самое главное, нажмите на колокольчик, ребята, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. Все, поехали! В общем, как вы поняли, мы начали путь. Ехать нам порядка 10 километров до побережья. Смотрите, серпантинная дорога. Меня такие дороги жутко напрягают. Ну, как вам, пишите в комментах. Можете сразу писать на какие-то особые сейчас места. Я буду обращать внимание. Природа, ребята, здесь вообще шикарная. Сами, да, посмотрите. Она великолепная. Вы вот такие. Здесь очень круто, что слева-справа вот эти хостинские плантации чайные. Можете увидеть, да, ведь они со всех сторон. Их выращивают, да, для рукава полгода. Да. Какую папу. Видите? Мам, что ли, коза? Да, мапа. Коза! Коза, 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 коза. Здесь вот прям такой прям поселок, поселок. здесь есть магазинчики, да, сюда тоже люди живут, есть знаки, вот про что я говорил вам, первое мы попадаем, вот так уже огородили, потому что происходит обвалы, и вот эта часть дороги, по которой мы едем, она новая, видите, асфальт свежий, ну вот резкий спуск пошел вниз, про что я вам тоже говорил, это вот эти знаки висят, уступи дорогу, вот мне, да, собственно, нужно уступить, но там никого нету, есть знаки, вот можете заметить, да, оползень, и вот дорога уже ушла вниз, ее вот так огородили, поэтому висит знак, что нужно уступать дорогу другим, вот так вот, ребята. И вот еще такой один знак, там был знак оползень, что нужно уступить встречным машинам дорогу, вот асфальт такой, видите, такая машина как бы провалилась, вот, потому что, да, здесь вот случаются, и вот этот отрезок дороги, вот его так загородили, и вот тут же сразу, видите, еще такая же одна табличка, 200 метров оползень. Да, виляющая дорога, нужно постоянно быть включенным, сосредоточенным, опасная, вот, видите, вот так вот хлопс, и туда часть дороги уже ушла, и здесь вот ее вообще вот нету, вот так вот мы оторомаживаемся, и резко прям идет спуск вниз. Мы проехали еще такой один участок, где часть дороги ушла вниз, опасный поворот, просто не знаю на сколько тут градусов, и въезжаем в деревушку, и вот можете заметить, да, потресканный асфальт, он тоже в ближайшее время, я думаю, уйдет вниз, и также там поставят бетонные блоки, и повесят очередной знак. Виды здесь есть. Ребята бомбические на Краснополянские горы, смотрите, как это классно смотрят, замечания, да, и... Ну, и целый год, и по деревушку мы ездили. Много участков, участков, где китайцы уже полиция земля, но это связано с тем, да, то, что она находится прямо на краю обрыва, и вот видите, очередная табличка по ползень. Сейчас посмотрим, как там... Машка, мне кажется, что я его забегись, да? Нет. Вот, видите? Ну, не так серьезно все, как было в предыдущих, но, тем не менее, есть. Здесь просто прямо обрыв вообще мощный. Вот еще стоит бетон, вот, и туда вот потихонечку уходит дорога. Вот, видите, да, насколько здесь серьезно уже все валилось. Здесь стоят новые блоки, вот, знак уступать, и вот прям в одну полосу сужение такое сейчас было. Вот. И следующий, еще один, в котором четко можете посмотреть, как выглядит, да, здесь уже раз, асфальт два, асфальт уже сюда на левую сторону асфальт положить, потому что все уходит, дорога всползает, невозможно когда-то и вообще тут не будет. Нет, не точно, не знаю. Вот здесь вообще, вот видите, асфальт прям потресканный. Вот мы сейчас, упс, прям на опасный участок сами заехали, достаточно опасный. Вот здесь такой участок, посмотрите, асфальт весь потресканный, здесь уже есть такие заплаточки. Вот, оп, как тряхануло-то оно, ничего себе, вот, не рассчитал скорость прям вообще-то. И такой вот опасный-опасный поворот, еще и вот лошади вскачут прям. Прикольно было так вообще, разогналась. И вот они снова, видите, потресканный, прям туда проседает уже асфальт. Ну, друзья, вот такая вот дорога, что скажете, пишите в комментариях. Поехали. Виталий. Поехали. Виталий. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, мы короче немножко затупили, не туда подъехали, сейчас будем разворачиваться В общем, ребята, по той дороге тоже можно было ехать, но мы как-то приехали вот отсюда, поэтому я решил ехать именно тоже вот прям вот посюда и показать вам эту дорогу. Посмотрите, посмотрите, как тут узко, обрыв и вот так вот хлопс. Вот надо быть максимально внимательным, максимально внимательным и осторожным. Да, ребята, вот так вот спускаемся. Нереальный какой-то спуск, прям не знаю сколько градусов, но прям серьезный. Что, ребята, вот такая вот дорога. Делитесь выпуском, поддерживайте лайком. В комментариях я жду от вас обратной связи, как вам дорога, как вам вообще серпантинная история. Может быть, найдутся из вас те, кому это по-настоящему нравится и вы жить без серпантинов не можете. А может быть, найдутся какие-то местные, которые там живут, посмотрят этот выпуск и расскажете свое мнение. В общем, пишите, поддерживайте и до новых выпусков, и увидимся уже с вами завтра в новом выпуске. Пока, всех обнял!